50, извините, 60 человек за последние два года привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в Западно-Казахстанской области. В девяти случаях за определенную плату выдавали так называемые липовые ветеринарные сертификаты для продажи мяса. Вот о Госпозарбаево расскажет подробнее. Центральный рынок самый крупный в Уральске. Здесь свыше трех тысяч арендаторов. Только в мясном павильоне за прилавками около ста торговцев. Ежедневно здесь реализуется больше двух тонн мяса. У Лдай-Галиева работает уже 20 лет. Продает говядину и конину. Я много лет покупаю мясо у одного поставщика. Привозь с хозяйства из Теректинского района. Обязательно смотрю ветеринарную справку. Потом сдаю в лабораторию. Ни разу не было жалоб от покупателей. У меня есть свои постоянные клиенты. Как выяснилось, сами покупатели полагаются не на справку, а в первую очередь на собственный опыт. Свежесть определяют по запаху и цвету. Бумагу нет, не спрашиваю. Если темно, я и не подхожу к нему. А если оно хорошее, свеженькое, ровненькое, то я покупаю. Нет, не требую. Доверяете, да? Ну, как-то девчонки торгуют, значит, все нормально должно быть. Мы доверяем не им, а доверяем, которые там в лаборатории должны честные люди быть. Которые должны мясо проверять, печень проверять, чтобы ни червей, ничего не было. Бывает, при контрольной проварке от мяса пахнет лекарством, отмечают в лаборатории. Значит, хозяева отправили на забой только пролеченный скот, а по нормам надо выдержать месяц. Бывает, забой сделан в антисанитарных условиях. Или документы, справки просроченные, или мясо размороженное привозят. Такое мясо мы на реализацию не принимаем. Но потом, куда его увозят, может, все-таки продают куда-то, не знаем. Задачу взятки в этой сфере было привлечено 9 физических лиц. Они за получение сертификата для разрешения продажи мяса давали взятки. Нам им было рекомендовано, что во всех, где продается мясо, где принимают мясо, установили камеры в виде наблюдения, чтобы устранить коррупционные риски в виде прямого контакта. В областном центре сегодня работают 13 точек мясной торговли. Между тем, проверить качество продукции санэпидемиологи смогут только если будут заявления от пострадавших потребителей.